Сегодня я буду говорить об одном вопросе, о котором я думал, как же передать так, чтобы это было и соответственно было воскресному службе. И по поводу финансов, во вторник мы уже начали говорить об этом, обязательно будь на молитвенном служении во вторник, потому что будет продолжаться тема о финансах. Однако сегодня я хочу говорить о рабстве и свободе. Что некоторый раб раб, но некоторый раб свободен. Между мирским царством и царством Божьим существует конфликт. И этот конфликт в основном выстроен на рабстве. Господь пришел для того, чтобы освободить человека от рабства. То, что делает дьявол на этой земле, он более и более отягчает рабство, порабощение людей. Он воскладывает рабское иго на людей. Много Господь занят тем, чтобы подобных рабов освобождать. Как мы можем получить свободу и как же мы можем жить в Царстве Божьем. Наверное, все верующие задаются этим вопросом и их интересует это. В этой битве мы должны понимать одно, то, что рабство и свобода сталкиваются. Если мы принадлежим Господу, то мы свободны. У просорец. Или точнее. Тауи суплебиствиствиствах моцодебульни. Призваны мы к свободе. Но многие верующие в Господа все еще в нас. Однако верующие в Господу призваны к свободе. Галатам 5.1 апостол Павел говорит следующее. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. К свободе освободил нас. Христос хотел, чтобы мы были свободны. И апостол Павел говорит, стойте в этой свободе и не становитесь рабами. Не воскладывайте на себя рабское иго. Господь Своей кровью искупил нас от рабства. Чтобы мы принадлежали Царю Царю и Господу Господствующих. Но когда мы становимся собственностью Господа, тогда иго Господнее должно нам нести. В Матфея 11 главе, с 28 по 30 стих, Иисус говорил так. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. И я успокою вас. Возьмите иго мою. И научитесь от меня. Ибо я кроток и смирен с сердцем. И вы найдете покой душам вашим. Ибо иго моё благо. И бремя моё лёгко. Ты знаешь, иго всегда означает рабство. Те, которые уставшие от тяжести житейской. От этого бремени. Те, на которых это иго рабство. И с ним вы справиться и понести его не можете. Придите ко мне, я успокою вас. Конечно же, в первую очередь, это свобода от греха. Когда такой отекчённый человек приходит, и первая реакция его успокоили. Чтобы он покой нашел. Отдохнул. Но после этого. Всё продолжается, и Господь говорит, и возьмите иго моё. Не завершается всё покаяние. Через покаяние. Человек обретает покой. Потому что иго с него снята. Но чтобы опять не подвергаться рабству. Господь предлагает другое иго. А сейчас возьми моё иго. Ещё раз. Многие хотят избавиться от любого. О, никакого иго. Но одно мы должны помнить. Быть рабами Божьими, это быть по-настоящему словами. Это не по рабощению. Время моё лёгко и нести его приятно. Возьми иго моё и подражай. Мне научись. Ими торо мэ гули тав дабали вар. Потому что я смиренный сердце. И я кроток, я спокоен. Во всех ситуациях, при любых положениях, он всегда был свободным и победителем. И поэтому, если мы возьмём это иго и научимся от него, тогда в свободе мы проведём жизнь нашу. Существуют различные иго. Есть иго, подталкивающая человека во тьму и к угнетению. Люди часто почитают за свободу и считают, что они живут свободной жизнью. При этом не подозревая, что это ведёт их к самому сильному угнетению. При этом быть рабом Божьим и взять иго Божье. Кто-то может посчитать это за тяжкое иго. Но на самом деле это становится истинным основанием освобождения. Если мы хотим и желаем нести иго Господнее, тогда все остальные иго нам придётся откинуть от себя. Всякая чуждая иго, которая мы взяли на себя. Иякова, 4 глава. 4 по 8 стих говорит так. Что? Когда вы скажете, что вы женщина, с ней будет выглядеть, один человек будет выглядеть и выражать? Не могу в вашей жизни. Получается, что они будут выглядеть, какие они не получат шансов, что ониatieкли, в питьёсе будет много шансов, а дальше будет выглядеть, что они громкость. А дальше будет выглядеть, что она получает шансов. Прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание? Да ревности любит Дух, живущий в нас. Но тем большую дает благодать, посему и сказано. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки грешники и справьте сердца двоедушные. Послание к Иакову, оно обращено к евреям. К евреям, которые были в рассеянии. И свое послание он начинает к находящимся в рассеянии. И он говорит такие слова. Блудники, это было оскорбительным словом для них. Потому что физически они избегали, убегали. Но Иаков использовал это слово для того, чтобы показать, что дружба с миром, она равна тому же понятию, как блуд. Для тех, которые приняли Господа и в которых Дух Божий живет. Или как написано, не напрасно ли говорить, что Дух, живущий у вас в древности, он ревнует по вас. Он наш, как хозяин и наш Господь. До ревности желает взаимоотношений с тобою. Союза с тобою. И не желает взаимоотношений с ним, когда ты дружишь с миром и с тем, что мирское. Именно это и есть предательство. Измена, блуд для вас. Не знайте, что Бог гордым противится. Тем, которые не соглашаются на взаимоотношениях. Те, которые не послушаются Его и ходят после Его. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и тот урешат от вас. Почему есть противостояние, почему есть дьявол в твоей жизни? Потому что есть нехватка послушания. Покорности Ему, приблизьтесь и приблизиться к вам. Очисти сердце и руки от двоедущих речников. Или другими словами, никакого компромисса с этим миром. Если ты Господу служишь, служи Господу. Помни, что между этими двумя царствами существует битва. Божье царство и царство дьявола, мирское дьявол, они противостоят. И невеста Христова, она на этой земле. И эта невеста должна быть подготовлена для жениха. Должна быть она святая и непорочна. И все верующие. И есть эта невеста и церковь, она также невеста, которая должна быть бескомпромиссна к этому миру. Писание говорит, что последнее время, это время большой скорби. И если мы будем верными, тогда ничего мы не убоимся. По той причине, что Божье царство непоколебимо. И если мы живем и строим жизнь нашу на этом царстве, тогда мы никогда не поколебимся. Первая Петра 4,17 говорит так. Первая Петра 4,17. Ибо время начаться суду с Дома Божья. И если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божью? Время начаться суду Божью, с Дома Божья. Суд с греческого, это есть слово, кризис. Время начаться кризису, с Дома Божьего, другими словами. Или первый кризис должны пройти верующие. Это значит то, что прежде чем мир увидит кризис. До этого Божий Дом должен пройти его. Потому что когда в этот мир придет кризис, при том кризисе лучше всех будет тем, которые уже его прошли и научились пути победы над кризисом. Чтобы для остальных образцом была жизнь их, прежде кризис в Доме Божьем или в жизни верующих начнется. Или в период кризиса верующие должны иметь твердое основание. И порой, когда ты видишь, что кризис по этой причине, нужно тебе радоваться. И Яков написал в первой главе со второго по четвертой стих. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Хорошо, послушай меня. Не думай, что сейчас буду говорить тебе о каких-то скорбях и бедах. Я говорю тебе сейчас о важной вещи. Если ты не будешь другом этого мира, но будешь другом Божьим. Проблема, не проблема, если кризис начнется с Дома Божьего. Ибо когда придет настоящий кризис, верующий человек, служитель, служащий Богу, который верит, он будет как светильник этому миру. Яков говорит, что с радостью принимает, когда приходят какие-то испытания, потому что это к чему-то тебя готовит, чтобы ты был совершенным. И при этом это испытание порождает в тебе терпение, вырабатывается терпение в тебе. И это ведет тебя к совершенству, чтобы ты не имел недостатка тогда, когда начнется кризис. Псалом 23, первый стих, говорит, Господня земля и все, что наполняет ее, мир и живущие в нем. Все Божье на этой земле. И он сказал, мое серебро и солото. Агей 2, 8. Его златое серебро, земля и все, что ее наполняет. Все, что вы видите, это его собственность. И поэтому, когда будет период кризиса, не будет проблемой, чтобы Бог в жизнь служащих ему принес все необходимое им. В прошлое воскресенье я беседовала о том, что падение пришло в жизнь человека, и все дарованное ему человек потерял. Но во Христе Бог старается вернуть все. Чтобы мы были свободны от всякого чуждого ига. И не бойся, когда приходит какой-то кризис, ибо Богу не все равно, не безразлично. Никакой кризис не безразличен, даже если экономическое положение в Грузии. Бог не удивляется кризисам. У Бога есть ответ на кризисы. Библия говорит, что мы призваны на то, чтобы быть посаженными на небесах. К Ефесянам 2.6 написано, «Я воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Ты скажешь, «Я сейчас на Нуцубидзе сижу, на каких там небесах?» Но верую, Бог уже посадил нас на небесах. И это значит, что твоя позиция должна быть с небес. Что ты выше всего, потому что на небесах кризисов нет. Что бы ни происходило на этой земле, тебя должна веровать, что ты свободен от любого кризиса. Потому что у Бога нет никакого недостатка, никакого кризиса, ни в чем. В любом и при любом кризисе Бог делает то, что Он хочет. Знаешь, в период великой скорби. Простите, в скорбный период я был в одной из церквей в Лос-Анджелесе. И эту церковь построила одна женщина в 20-х годах. Это зал на несколько тысяч. И позади здания две радио, больших две радиостанции. И когда в 20-х годах был период великой скорби в Америке, Вы знаете, никто ничего не делал. Люди голодовали. Но эта женщина, она столько и смогла. Она кормила людей. Нанимала на работу. К швейной машинке приобрела. Давала работу женщинам. Они продавали то, что делали. Им годы. Это из самой большой скорби. Она построила это самое большое здание на несколько тысяч человек. И этот зал переполнялся во время ее служения. Богу несложно сделать что-то во время кризиса. Нет никогда сложной, тяжкой проблемой. Проблема начинается тогда, когда при наступлении кризиса люди становятся сребролюбивы или любят деньги. Но и так же люди любят деньги. А тут еще, когда скорбь наступает, вообще влюбляются в них. Первое Тимофея 6.10 написано, что корень всех зол – это сребролюбие. Которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Сребро или деньги сами по себе – это никогда не зло. Но сребролюбие или любовь к этому – это есть корень зол. Всякого зла, всех зол. Или всякое зло в основании берет начало свое от денег. По той причине, что деньги испытывают в сердце человека. Мы часто не знаем, какие мы до тех пор, пока деньги не попадут в наши руки. До того, как бы их получить, мы говорим, вот было бы мне дано, и вы посмотрели, что бы я сделал. Потом, да, некоторых мы так и видим, на что они способны. Человек очень хорошим себя считает до тех пор, пока не завладеет суммами тяги. По той причине, что эти деньги – это возможность. И это возможность – проявитель сердца. Что на самом деле заложено в сердце человека. И так деньги почастую проявляют зачастую. Испытывают во многих мелочах деньги. И при этом могут привести людей к идолобоклонству. Более всего, сегодня в мире, наверное, поклонение деньгам. Идол, нет, это не тот, которого боятся люди. И поклоняются ему. Но это еще и тот, на что или на кого полагаются. И деньги стали этим всем. Без денег человек в страхе. Поклоняется денежным купюрам, деньгам. И если есть они, то есть и надежда. Нервы в порядке, на лице улыбка. Но не деньги должны творить настроение. Не деньги должны даровать надежду в жизни. Даже если ничего в карманах не будет, все равно должен быть в радости. И поэтому даже очень многие христиане в этом мире этого идола носят в своем сердце. Они надеются более на работы своей деньги, свои, нежели на Бога. Вот кризис начнется с Дома Божьего. Это значит то, что проверится человек, на что он полагается. И надеется. В период скорби, что является этим знаком? Доверие или недоверие Богу. Знаешь, особенно в последние годы, как появились штрих-коды и паспорта с чипами. Так активен стал разговор об знаке антихриста. О шестерках, 666. Шестерка действительно тот, кто служит этому. Он в троих служит. И многие люди, они исчисляют, вычисляют, чтобы вычислить этот период. Как бы не попасть в него, чтобы не получить этого знака или печати на лбу или на руке. Но этот знак несет экономический характер. Потому что о нем написано, что не то, что никто есть, не будет без него, а никто не сможет приобретать и покупать, и продавать. Это же знак взаимосвязан с материальным, с приобретениями, с продавать и покупать. Но давайте прочитаем, что написано в Откровении, в седьмой главе. И мы прочитаем первые три стиха. И мы прочитаем первые три стиха. И после всего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, да коли не положим печати на челах рабов Бога нашего. Смотрите, что здесь написано. Четыре ангела. Удерживающих четыре ветра с намерением уничтожения всего на море и на земле, всякую траву, всякое дерево. И вдруг появляется Ромел, который громким голосом говорит, не отпускайте этих ветров до тех пор, не печать антихриста, но он держал печать живого Бога, пока на земле Божьих рабов я их не запечатлю. До этого у вас нет права, чтобы что-то уничтожено было. До этого не начнется кризис на земле. Влечьте. Будет поставлена печать Божья на челах. Сегодня на Фейсбуке столько этих постов об этом, и многие пересылают мне рассылку, делают. Вот уже чипирование началось. Значит, я вообще это ни за что не считаю. Да, возможно, это может быть механизмом контроля где-то и как-то. Но не от этого это зависит. Люди думают, это только бы, чтобы вот эта печать не была положена на меня. А почему же никто не думает о том, чтобы до этой печати, может быть, все-таки печать Божья пусть будет поставлена на тебе? До этого, оказывается, Бог запечатляет рабов своих. Да, коли не положим печати на челах рабов Бога нашего, не отпустим эти ветви. И не растения, и не море, и не земля, да, они губятся. Это не чипирование. Это не чип, и этот ангел, он не бегает со шприцом в руках. Но этот ангел, он запечатляет истинных служителей Божьих подчеркновений. Которые не будут под игом мира, мамоны, дьявола. И страшен не чип. А вот поклонения, которые поклонились, написано, зверю, те и получили этот знак. Люди за знаком бегают, а на поклонении никакого внимания не сосредоточены. Чему человек поклоняется и рабом чего является? Мира или Божьей раб? Раб греха или раб денег? Библия говорит, что раб своего ничего не имеет. Он не живет в своем удовольствии, но пытается угодить господину. Он не живет в своем удовольствии, но пытается угодить господину. Отношение такое, «Мое, я заработал, никому не отдам!» Но он знает то, что он имеет. Господи, что ты хочешь? А на что мне это использовать? На что тратить? Кому помочь? Во что вложить? Как приумножить? Для него это Божье имущество. Это ресурс его господина. Раб ничего не присваивает. Это только в Грузии. Зайдешь в магазин, продавец или продавщица говорят с тобой, как директор. А ведь ей ничего не принадлежит. Ее обязанность улыбнуться клиенту и продать. Но продавцы себя ведут так, что подумаешь, директора. Раб управляет или распределяет чужое имущество. У него нет собственных денег, чтобы свободно тратить своевольно. У него нет ничего своего. В Библии идет речь о рабе, но также и идет речь о свободном рабе. А человек, который решился бы посвятить себя своему господину, пусть его поставят к к двери, возьмут вашу и проколят ухо. И вот это такое выражение, да, раб с проколотым ухом. Господин бы проколол бы его ухо. И это проколотое ухо было бы знаком того, что он принадлежит своему господину. Но он свободный слуга, служитель. Он не порабощен. Он не тот, кого господин продаст или выгонит, как ему будет угодно. Это слуга по собственной воле. Добровольный раб. Христос искупил нас. И человек сам решает, он станет или нет этим свободным рабом. Истина. Свобода, можно сказать, это самое большое соглашение, чтобы добровольно стать рабом. И только истинный раб принимает. Нет, тот, который не имеет выбора, это не тот раб. Но сам избравший подобное рабство, именно таковых запечатлит этот ангел. Иисус спас человечество. Но он никого не принуждает, не заставляет, а теперь становись, мое мрадо. Это является выбором человека, чтобы он сам по своей воле посвятил себя. И за любви к господину посвящали, ибо каждый седьмой год они могли быть отпущенными на свободу, ему прощались долги и диты свободы. Но если тот говорил, нет, я не хочу уходить, я хочу быть слугою тебе, и оставался по любви к господину своему и посвящал себя в служение, чтобы быть слугой Ему. мы тоже свободны. Бог сотворил нас свободно. Потому и было дерево познания, добра и зла в Едемском саду. Часто люди говорят, не насадил бы он этого дерева, ничего бы и не произошло бы. И до сегодняшнего дня мы жили в Едемском саду. Но если бы не было бы этого дерева, тогда бы и не могла бы выразиться свободная воля. Человек должен был иметь право выбора. Человек должен был иметь выбор, и потому и стояло то дерево. Чтобы он сделал выбор, чего хотел и чего бы вкусил в своей жизни. И я еще раз говорю, Бога не пугает начало кризиса. Когда кризис, а ресурс земли не исчезает. Это же не так, курс упал, все упало, и теперь, значит, ресурсов в стране нет. А ничего не исчезает с земли, все на ней же остается. Но кризис — это возможность передачи из одних рук в другие богатства. И есть люди, ожидающие кризиса. Будет ли это на бирже? Ну, я имею в виду торговую биржу. Вдруг у кого-то начался кризис, и тут сразу же выкупаются его акции. И люди ожидают подобных периодов, и как раз таки на земле это от времени повторяется. Время от времени. И у кого-то есть свободные финансы, он ожидает. Когда выпадет, это хорошая возможность для приобретения того, что дорого, но из-за кризиса упало в цене. И порой люди приобретают за 10% от полной цены то, что стоило больше. Потому что кризис — это и возможность. я думаю, что слова о том, что богатство грешников передастся и будет дано в руки праведников, я думаю, что когда в Доме Божьем пройдут уже кризис, и при этом кризис начнется в мире, вот при этом кризис и богатство неправедных перейдет в руки. Псалом 31.6, «Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлетие многих вод не достигнет его». Разлетие многих вод не достигнет до него. праведника праведника царгу не достигнут до него. Бог будет защищать таких людей. До прихода кризиса, прежде чем он пришел, Илья в одиночку прошел. И он мог во время великого кризиса быть доверяющим Богу. И он вывел народ из кризиса. Итак, «Многие неприятности, которые ты проходишь, знают, что подобные неприятности и кризисы, они для того, чтобы поднять тебя на высшую ступень». «Для того, чтобы Иосиф встал, правителям больших ресурсов, имений, ему нужно было пройти какие-то кризисы». Чтобы сокровище всего Египта все богатство было вручено Иосифу. Чтобы ему было доверено это управление, ему нужно было пройти многие удары, сердцу его. Многие испытания пройти, он должен был остаться надеющимся только на Бога. Ему должно было быть только Божьим рабом и слугой Божьим. И вот пришло время, и Бог передает ему все хранилища египетские. До тех пор, пока человек не освободится от эгоизма, он не сможет выйти или избавиться от проблемы бедности. И очень часто причина того, что человек все пребывает в бедности это эгоизм. Это эгоизм. Бог хочет доверить многие ресурсы человеку, но Бог знает при этом, что в Его руках эти ресурсы погибнут. Притча 22.7 Богатый господствует над бедным и должник делается рабом взаимодавца. Божий ангел запечатлит Божьих рабов. И одна из возможностей, чтобы не была поставлена эта печать, это тогда быть рабом чему-то другому. Оказывается, долг и не является чем-то столь незначительным. потому что должник делается рабом взаимодавца. Хочешь или нет? Когда не можешь расплатиться, ты становишься рабом. мирская система так выстроена, чтобы как можно больше поработить людей, и на этом также построены банки. Чтобы как можно больше поработать. потому что по-другому господство не происходит. Когда Бог обещал, вы будете господствовать над другими народами, Он при этом говорил, вы многие будете давать в долг, а сами брать не будете. Поэтому вы знаете, какой национальности все самые крупные банкиры? Господствовать на земле обитованной, и это одна из возможностей этому отдавать, давать в долг. Потому что все бы хотели бы или нет, становились бы рабами им. когда мы входим в долги, мы себя продаем туда. А ты при этом себе не принадлежишь. человеку, веровавши и посвятивши себя Господу Иисусу Христу, должен понимать, что он сам ему принадлежит теперь собственность. продавая себя в долг, ты чужую собственность продаешь. Вот что это значит. Потому что ведь ты себе не принадлежишь. и ты становишься рабом и неправильным человеком, поэтому печать Божья может пройти мимо тебя. Долг это не что-то безобидное. Долг это рабство. И Бог всегда был против долгов. Ты скажешь, что вообще долгов не брать в долгах? можно сказать, что нет. Не стоит. Не надо. Не надо. Но есть законы, которые не должны нарушаться. Есть просто правила. Но правила не на то и правила, что иногда их в том смысле, что если у тебя есть господин и господин дает тебе право, то тогда можно. То есть, конечно же, существует форма исключения. Но в общем долг это ненормально и это неблагословение. Кремлинам 13.8 не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Ты можешь иметь один и единственный долг любви, долг любви, чтобы всегда этот долг отдавать или налагать этот долг. А на остальные долги права нет. Вы знаете при чём талантах и я не буду читать её? Об этих талантах господин сказал, чтобы они отдавали их в оборот и умножали, чтобы была прибыль. И конечно же господин не призвал их к греху. если никому не дал и никто не берёт, то тогда и не делаются деньги. И поэтому есть моменты, которые нужно брать, когда нужно пускать в оборот. И конечно же для прибыли с процентов только можно пускать в оборот. Но своим единоплеменникам не отдавай под процент написано в Библии. Но другим можешь. Поэтому если у вас столько есть, я не для себя и не себе говорю не ко мне, но вы можете крутить для прибыли их. Это нормально. но если ты в долге, то расплатись за этот долг и не впадай в долги. Управление деньгами это целое искусство. И Библия уделяет очень большое внимание на управление деньгами. И нужно понимать, если Библия обращает такое большое внимание на это, то тебе нужно обратить внимание по сей причине во вторник приходи сюда. Тебе нужно знать, как уметь использовать то, что ты имеешь для прибыли, чтобы умножилось. Потому что таланты приумножались, а таланты это не дары были, это таланты была денежная единица того времени. Лукаш 16 с 9 по 13 стих и не не И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищать и приняли вас в вечные обители. Верны в малом и во многом верены, неверны в малом, неверены во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и Мамоне. Знаешь, очень много свидетельств о том, как растлили деньги людей, даже служителей Божьих. Здесь в этой притче есть призыв, чтобы финансами материальным приобретать друзей. Оказывается, деньгами нужно приобретать друзей. Ты можешь, оказывается, использовать для того, не чтобы, ну, больше денег побольше иметь, а побольше друзей. Расстрачиваться на то, чтобы иметь много друзей. У пастора во всех странах есть друзья. Не имея сто долларов, но имея сто друзей. Это правда. Это намного прибыльнее. Это нормально приобретать, потому что здесь призыв. Пока ты имеешь его, можешь и обнищать. Но пока у тебя есть, приобретай, друзей, этим неправильно. Чтобы человек был сконцентрирован не только на своей собственной нужде. Чтобы, когда приходят деньги, очень важно хранить правильный дух. Чтобы что-то вкладывать и в жизнь других людей. И приобретать друзей. Друга, когда ты что-то имеешь, и имеешь на это. Если в цели нашей иметь успех и достигнуть преуспевания, тогда служи тому, кто издоятель успеха. Знаешь, когда сатана искушал Иисуса, он сказал следующее. Поклонись мне. И все. Все материально. Все богатство. Я тебе дам. Зачем тебе этой далекой дорогой идти? Какую-то жертву приносить? Очень просто. Поклонись мне. И дано будет тебе. И вы знаете, сегодня этот соблазн, этот же соблазн у верующих. А что такое поклонение? Это принять предлагаемые им принципы. Это и есть поклонение. И наслаждаться этим. И часто люди думают, существуют короткие пути обращения. Ну, понятно, принципы там неправильные. Ясно, на что-то нужно будет закрывать глаза. Понятно, в чем-то нужно будет заглушить голос совести. Но есть короткий путь. И человек избирает. Или тот путь, который предлагается Господом. Или же дьявола, предлагающего короткий путь обогащения ради поклонения ему. Верный в чужом, будет верен и в своем. Веренный в малом, будет верен и во многом. Когда приобретаешь друзей. Когда верен в распределении большими ресурсами. Когда не заглушаешь совесть свою в том, чтобы протянуть руку другому. Тогда многое дано будет тебе. Тогда многое дастся тебе. Нам настолько дается, насколько мы верны в малом. Мы не можем подняться выше того, насколько мы верны. И чтобы стать верным во многом, нужно быть верным в малом. А в меньшем, в малом быть верным. И верным в чужом или другого. Как же нам избежать печати антихриста? Если это вообще кого-то волнует, и вы нервничаете по этому вопросу. Я знаю, есть верующие, которые вообще ни о чем не переживают, ни нервничают, ни по какому поводу. Но у тех, которых волнует этот вопрос, как избежать? Очень просто. Примей Божью печать. Запечатленный Божьей печатью второй раз уже запечатлен не будет. Запечатленный рабом Божьим чужим рабом уже не станет никому. А он уже себя не вернет в рабство. Ибо всецело он доверяет полностью свободные. Знаешь, почему многие не могут себя посвятить? Потому что они уже чужие рабы. И когда у тебя долг, люди говорят, нет, я не могу. Я не могу стоять в служении. Потому что мне долги нужно расплачиваться с ним. Если я не буду работать, это так. Я же знаю, что каждый день буду работать. Там домашняя группа, там воскресенье, там это, служение. Сколько вам? Откуда у меня столько дней на служение? Кто мне долги мои платить будет, проплачиваться? И другими словами человек говорит, я раб чему-то. И по этой причине нету этой свободы у меня, чтобы свободно посвятить себя Богу. Поэтому освобождай себя от рабства, от порабощения. выход это не в том, чтобы много денег завладеть многими деньгами. находящиеся в долгах думают, вот когда много денег заработаю, тогда я выйду, вылезу из этих долгов. Но если твой акцент будет только на зарабатывание этих денег, то ты никогда и не сможешь вылезти из этого рабства. не то, что намного больше денег заработать, обрести, не это освобождает. И я видел людей, которые были в долгах, зарабатывали больше денег и потом еще большие долги накладывали на себя. Если человек не научился управлять тем, что он имеет, не послушался Богу, то заработать еще больше денег это не будет выходом. Поэтому написано «Иди, падай в ноги и освободи себя от этих долгов». Поэтому «Да не управляй тобой финансовое положение более, нежели воля Божья». Библия говорит о финансовой независимости. «Никогда не строй свое будущее, рассчитывая на финансы». Но строй на воле Божьей. Это условие для всех христиан. Об этом говорил Яков. Если воля Божья будет, то тогда сделаем это, это и это. «Да». Вообще мы должны увидеть, где мы были, чего мы избежали и что нас ожидало. Выход один. Покаяние. «Боже, я не должен был брать, я не должен был этого делать, но не только покаяние помогает. покаянием-то многие каются. О, я не должен был этого делать. Но затем послушание необходимо. Послушаться Богу, Бога, как и что сделать. или получить библейские инструкции в управлении финансами. Вы помните, Бог приумножил пять хлебов и две рыбы. Выход не в том, чтобы больше денег иметь, а выход в том, чтобы то, что ты имеешь. Чтобы Бог мог это приумножить и то, что ты зарабатываешь, чтобы Бог мог умножать это в твоих руках. Когда ты проявляешь верность, умножаешь. В то, что Бог поручил тебе. Он даст тебе больше, потому что верный в малом получит многое. Много это никогда не выход, я еще раз повторюсь. и на поле бедных бывает урожай, но из-за беспорядка гибнет он и тот голодает. Поэтому, если мы рабы Божьи, я еще раз говорю, то мы должны тратиться так, как говорит господин. вы можете дать мне еще пять минут? Он дает нам богатство, чтобы мы им управляли, а не то, чтобы имели. и так написано, ранами его мы исцелились. Ранами его мы исцелились. Все раны, причиненные ему, эти раны стали исцелением для других людей. Все те раны, которые он принял, дают нам право быть исцеленными. Вы знаете, те, кто были унижены, руганы, и сегодня, конечно, он чувствительен как к любому унижению. И люди, которые носят подобные раны и раны, у которых не зажили, то их тогда возбуждают или раздражают эти раны все подобное тому, что в прошлом унизило их и ранило. Но Иисусовые раны для него не стали его болью, заболеванием, они стали исцелением. Твои раны станут помощью другим только тогда, когда из-за этих ран ты получишь свое исцеление. Да, можно многое пройти. Многие кризисы пройти. Но если ты не исцелен от пройденного тобою, тогда ты никому и не сможешь помочь. помощь или помочь мы можем только тогда. Когда ты что-то рассказываешь из своей истории, это не раздражает тебя. Ты не обращаешься из этого. Есть люди, которые рассказывают десятилетней давности историю, и уже по середине этой истории начинает вот это заметным становиться, проявляться. Кто-то расплакался, начинает плакать. А у кого-то вообще все лицо стерто с лица. Почему? Потому что то, что тогда 10 лет назад произошло, оно, он не исцелен от этого. И вот подобная рана никого не может не исцелить, никому не может не помочь. Знаешь, у меня много шрамов и на руках, и никакой реакции, хочешь прикасайся, что хочешь делать. вспомнить могу все эти истории еще со смехом рассказать о всех этих шрамах. Но открытая рана, не зажившая. Богу спасибо, что нету ее. Если бы она была, и ты коснулся бы, ой, я советую тебе, не трожь. Потому что я не такой, как на сцене в таком случае. эта рана не может нести в себе исцеление и никому не сможет помочь. Мы нуждаемся в исцелении во всех сферах. Это враг причиняет нам раны. Но если мы исцелимся, то тогда мы сможем помочь другим. Только тогда мы сможем помочь другим. Посмотрите, какое требование было к священнику. Левитам 21-20. Он кузи не контрискаться, он ромель с либ ри к ду к ду 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 к ду ни горбатый, ни с бельбом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, и такое в служении быть не должен. Не должен был паршивый быть. И паршивость являлась результатом неисцеленной раны. Это верхняя поверхность на коже чувствительная. как только касаешься, а раздражение вызывает. И пытающийся помочь другому подобным быть не должен быть. Случайно кто-то бы не коснулся и все, раз и раздражило. Человек служащий и помогающий другим не должен был иметь неизлечимых этих ран. В таком случае нужно обратиться к другому человеку могучему тебе помочь за помощью. Потому что духовные раны дисквалификацию причиняют человеку. Выход из финансового рабства это освобождение от ран. Чтобы человек был свободен. когда говорят о пожертвовании если это тебя раздражает то значит внутри тебя есть еще рана которая еще не исцелилась не зажила. так много еще осталось что хочу сказать вам и думаю как это сократить я прочитаю сейчас вам стихи и буду говорить колосянам 1.24 ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорби Христовых за тело его которое есть царь посмотри что говорит апостол Павел радуюсь за вас что я страдаю я страдаю потому что это ваша радость не то что тебя так случилось нет то что я страдаю это как будто бы нехватающие раны в теле Христа я их сейчас восполняю применяя на себя потому что ведь Христовые раны принесли вам помощь и все остальные которые сейчас я принимаю это на помощь вам это вам пригодится и потому я радуюсь а не то что радуюсь как хорошо меня мучают и я страдаю в моих страданиях я обнаружил нечто радующее это для вас радостное я все это переношу чтобы вы этого не переносили потому что я научу вас как с этим справляться я научу вас как не попадать в те положения в которых я сейчас как быть победителями вам вашей жизни за церковь за нее я страдаю чтобы и церковь опять была свободна поэтому помни всякая твоя исцеленная рана или неисцеленная то что сегодня раздражает чтобы освободиться и когда ты освободишься тогда сможешь помочь другим и поэтому радуйся того что рано или поздно ты сможешь кому-то помочь ты знаешь библия говорит что невеста должна предстать пред ним совершенной а знаешь как для жениха для царя как готовили невесту целый год посмотрите книгу из Филипп как из Филипп готовили как втирали в нее различные благовония благоухания мази различные масла чтобы тело ее благоухало чтобы оно было няшное бархатное и знаете кто были этими людьми часто евнухи у у которых нет собственного удовольствия вот невесту Христу вы должны подготавливать такие служители которые не увлечены собственными удовольствиями у них даже склонности к этому небось которые будут в этой сфере и они будут трудиться чтобы церковь была сильной дверной чтобы помочь другим чтобы другие были благоухающими и представить их Господом чтобы те были совершенными есть две силы на этой земле Божья и Дьявольская и обе убивают дьявол убивает так чтобы погубить а Бог говорит умри для себя чтобы жить и когда ты так живешь что все тогда хорошо мог лет и еще пять минут да вам голый наизусть скажу только несколько стихов мест еще одна страна в которой человеку необходимо исцеление если он хочет быть успешным это быть прощающим это быть прощающим и удалить из своей жизни критику и клеветку а девушка одно из имен это клеветник братьев наших и они не были болезненными ему Он не угрожал, не проклинал, он ни о чем не сожалел. Он был свободным. При этой критике, клевете, этих унижениях, которые высвобождались в его сторону. Очень часто клевета высвобождается на то, чтобы разделились люди. Раздели и царство. Этот принцип дьявол использует, он разделяет, он не объединяет. И христиане должны быть свободны от этого духа. Хочу сказать, это не просто дух разделения, это дух, доводящий человека до бедности, вергающий в бедность. Когда начинается критика и клевета, начинается. Исаия 58 глава, говорящая о посте, в ней и перечисляются те пункты, которые приводят человека к освобождению, исцелению и благословению. Когда Бог начнет говорить к тебе и будут ответы на молитвы, когда свет воссияет над тобой, исцеление ускорится, когда исцелишься. Когда ты станешь созидающим все и приводящим к процветанию. Восьмой и девятый стихи только прочитаем. Тогда откроется, как заря свет твое, исцеление твое скоро возрастет, и правда твое пойдет перед тобой, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты возовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет, вот я, когда ты удалишь из среды твое ермо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное. Чтобы Бог начал отвечать, было водительство Духом Святым, и Божья слава сопровождала тебя. Вот эти перечисляемые пункты для того, чтобы это было. Не направляя перста своего в сторону другого. Самое лучшее освобождение от критики — это ходатайство. Если видишь причину критики, просто посмотри на это глазами Божьими и начни ходатайствовать. Господь говорит, вот когда берешь пост, от чего должен освободиться. Вот как ты можешь стать угодным мне, чтобы все это произошло. светоисцеление, слава, отвеченные молитвы, и чтобы все нужды тебе исполнились. Почему мало света, мало исцеления, мало славы в церкви? Сегодня говорит, где это все? Почему не происходит? Почему не происходит? Потому что Бог помазал, но чтобы мы говорили, идите и говорите в масштабах мировых. Но вы Евангелие говорите, а мы-то говорим сплетни и многое, что подобное. И это все утратилось, стало мало. Но когда это все уйдет из тела Христова, моментальные ответы на молитву будут. Ты позовешь, и Он скажет, я здесь, иди, делай. Божья слава будет сопровождать тебя. Внезапно возрастет исцеление Твое. В миг внезапно все изменится. Божья сила в момент будет проявлена. Когда от этого от этого заболевания избавимся. Тем больше дает Бог благодать. Гордым противится, а смиренным дает благодать. Этот грех, он удержал людей, они не смогли войти в землю обитованную. Когда критикуешь чего-то ребенка, по родителям бьет, потому что это унижение родителей. Ни один родитель с удовольствием не послушает, как ты критикуешь его ребенка. Точно так же это воздействует и на Бога. когда критиковали служителей Божьих в пустыне, то ходили по пустыне, ходили и 40 лет ходили. и из-за этого греха не вошли в землю процветания. Иакова 4.11.12. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Жизнь и смерть во власти языка. И любящие вкусят от Него. Да, Моди. Амит Мовчевин. И на этом я завершу. Амит Мовчевин.